Павел Светов Павел Светов Молодой, но талантливый О, этот далеко пойдет Заказал борщ флотский Бифштекс по-деревенски и мороженое Привычно листает подшивку И просматривает газеты Наметанным глазом Не подряд, как новички, нет Он знает, где что Передавая, ого, о нас О Донбассе Ну, а как автопробег Горький помир Ага, каракумы пройдены Интересная статья Металл новой эпохи Да чего хорошо звучит Металл новой эпохи О чем это? А, металлический магний Мы вступаем в эпоху легких металлов Алюминий, тот уже тяжел Металлический магний Легче железа в четыре раза И намного легче алюминия Главный его недостаток Быстрая окисляемость Понятно Найдены, однако, методы Позволяющие Какие? Раздумывая о химических превращениях Над которыми бьются Неизвестные энтузиасты Металлического магния Ведь вот нашли же люди Дело под стать новой эпохи Палька уже взялся за мороженное Да так и замерз Приоткрытым ртом В столовой Появилась женщина В желтом полотняном платье Схваченном у талии Пестрым кушаком Она медленно шла через зал Сквозь солнечные лучи И каждый раз Попадая в солнечный луч Ее волосы вспыхивали Темным золотом Женщина остановилась Оглядываясь в поисках Свободного места Свободных столиков уже не было Но многие истории были еще не заняты Палька поспешно подтянул к себе газеты И посмотрел прямо в лицо женщины Она поняла приглашение И неторопливо подошла Вы кончаете Проронила она Садясь и обнаженной до плеча Чуть тронутой загаром рукой Задергивая занавеску Скоро Ответил он и заказал еще порцию мороженого Женщина не глядя на него Слегка улыбнулась Он протянул ей карточку Благодарю вас Бросила она таким царственным тоном Что Палька не решился На дальнейшие попытки Завязать знакомство И закрывшись газетой Начал из-под тяжка Разглядывать соседку Волосы не были золотыми Они были рыжие Очень красивого медного оттенка Может, крашеные? С той стороны, где солнце бросало Сквозь занавеску желтый свет Волосы как бы дымились Их цвет напоминал зарево Кожа нежная Просвечивающая Над висками голубей джилки Брови круглые, узкие Темнее, чем волосы И это уж факт крашеные А волосы не крашеные Очень красивые волосы И лицо Не скажешь, что красавица А хочется глядеть и глядеть Она будто и не замечала Пальку Ее зеленовато-карие глаза Рассеянно блуждали по залу Так что можно было Беспрепятственно разглядывать ее Из-за газетного листа И вдруг она быстро в упор Посмотрела на Пальку Значит, все время замечала его уловки И, отвернувшись Усмехнулась уголками губ Гордячка Палька ожесточенно листал подшивку Главное, не обращать на нее внимание Подумаешь, не видал он таких баронек Две порции мороженого сразу Мелодичным смеющимся голосом Сказала она официантке Это был вызов ему, Пальке Но он только упрямее пригнулся К газетному листу Официантка ушла за мороженым и пропала Женщина поправила прическу Палька упрямо читала Объем потребления каучука Считается одним из важнейших показателей Уровня культуры, техники И обороноспособности страны Женщине принесли мороженое Уйти немыслимо Смотреть на нее нельзя ни в коем случае Этого она не дождется Ну а за границей что? Ничего хорошего Гляди-ка, до чего разгулялись фашисты Мерзавца пробормотал Палька И перевертывая лист Мельком глянул на соседку Она доедала мороженое Розовым язычком облизывая ложку Он нахмурился и уткнулся в газету Запрыгали зайчики Женщина маленькими глотками пила лимонад Остались одни объявления Чтобы не глядеть на нее Начал читать объявления Нужны инженеры и строители всех специальностей Срочно в отъезд требуются техники И рабочие, знакомые с буровыми работами Союз Культорг НВКТ СССР Объявляет всесоюзный конкурс На лучшую куклу Вот оно как На лучшую куклу Комитет химизации И комиссия по подземной газификации угля Объявляет всесоюзный конкурс на проект Что это такое? Подземная газификация угля? Странно, ничего не слыхал о ней Материалы и условия конкурса Высылаются по требованию Непременно напишу Пусть вышлют Чем черт не шутит? Женщина допила лимонад И расплачивалась, выискивая на дне сумочки мелочь Так как у официантки не было сдачи Палька встал Бросил поверх ее денег свой червонец Процедил сдачи не надо И пошел к выходу Он успел заметить Что женщина вспыхнула от такой явной невежливости Ну и пусть Может задаваться сколько хочет Он сейчас пойдет на почту И потребует выслать условия конкурса А потом разработает, чего доброго Самый лучший проект Конечно, разработает И тогда она еще пожалеет Талантливый молодой ученый Павел Кириллович Светов Газификация угля Подземная газификация угля Любопытно Отправив запрос Палька заспешил в институт Лаборант Федосеев Поджав губы сообщил Что профессор Китаев Дважды справлялся Кто из аспирантов отсутствует Федосеевич Вы слыхали что-нибудь О подземной газификации угля Федосеевич знал все Что касалось угла и химии Пальке казалось Что он родился одновременно с химией И химия не могла существовать Без Федосеевича Но Федосеевич ничего не знал О подземной газификации угля Черт возьми Это что-то абсолютно новое Непонятная подземная газификация Сливалась в его воображении С дымящимися на солнце волосами Вот ведь далась мне эта рыжая Откуда она свалилась И почему ходит как себе домой В столовую ЭТР Перед ним опять возникла Рыжая золотая С ее повадками гордячки И удивительным лицом На которое хочется глядеть и глядеть Есть такое слово Ненаглядная Вот это оно и значит Глядишь и не наглядишься На следующий день он снова встретил ее Она вышла из столовой И запросто попрощалась с двумя институтскими доцентами Была она не одна, а с девочкой лет десяти Девочка тоже поклонилась Розовый бант на ее волосах смешно подпрыгнул Очаровательная женщина Сказал один из доцентов Рассеянно здоровой с палькой Не разглядел Притворяясь равнодушным Буркнул палька А кто она такая? Как вы не знаете? Татьяна Николаевна Жена профессора Русаковского Имя Русаковского было широко известно Недавно Русаковский приехал с комиссией Принимать государственные экзамены И консультировать угольные тресты Пальке не пришлось встречать его Профессор представлялся ему вторым Улучшенным, более роскошным изданием их Китаева И вдруг такая жена Он представил себе ненаглядную Шагающую по степи в золотой солнечной каемке На что ей муж и дочь? Он подошел бы к ней Здравствуйте Вы, очевидно, любите нашу степь? Да, сказала бы она с улыбкой Степь нельзя не любить Он взял бы ее за руку И повел по степи И привел бы ее в балочку, где растет ежевика И залез бы в колючие кусты И наклонял бы ей ветки С сочными черными ягодами Чтобы она полакомилась Не оцарапав свои красивые руки Нет, к черту, пора заняться делом Приняв решение, Палька повеселел И деловым шагом отправился в техническую библиотеку Поискать сведений о подземной газификации угля Поднимаясь по лестнице, он с удовольствием думал Что умеет справляться с глупыми увлечениями Наконец пришла бандероль из Москвы Никому в мире не сказал бы Палька Сколько надежд разгорелось в нем при виде этой бандероли Он рванул обертку Условия конкурса были отпечатаны На нескольких страницах папиросной бумаги Пальке достался тусклый, малоразборчивый оттиск Суть задачи терялась среди подробностей и частностей Палька с трудом уловил Нужно найти способ сжигания угля под землей То есть перенести метод обычного газогенератора В подземные условия Специальные шахты, что ли? Чтобы не вывозить уголь на гора? Чистолюбивые мечты потускнели Задача выглядела неинтересной Да и дело здесь не для химика А для горного инженера Или специалиста по газогенераторам Та самая частная инженерная задача Никогда еще он не чувствовал себя таким подавленным Всем, что на него навалилось И всем, что от него ускользнуло Он заснул среди размышлений, полных горечи Солнце ударило в глаза и разбудило Серебристый тополек шелестел у самого окна Занимался искристый день, суливший только хорошее Молодое тело отдохнуло за ночь И не хотело ничего знать о тревогах духа Умываясь во дворе, он крикнул матери Голоден, как собака И впрыгнул в окно, чтобы в ожидании завтрака Получше одеться На столе валялись материалы конкурса При виде этих тусклых страниц Палька снова испытал вчерашнее разочарование Но быстро погасил его Слишком солнечный день Слишком скучно предаваться досаде Он выбрал самый яркий галстук И, повязывая его, заглянул на первую страницу конкурсного задания Нет, ничего привлекательного Вчера он еще не все разобрал Пожалуй, тут есть интересные вопросы Но, конечно же, это не то единственное в мире дело Которое где-то, несомненно, ждет его А все-таки занятно Большая экономия На транспортировке угля Очевидно, потребление угля Частично вытеснится потреблением газа Прямо по трубам из шахты? Надо подумать В ожидании лучшего можно заняться этим Почему бы нет? Он открыл дверь и закричал во весь голос Голоден, как собака Из кухни откликнулась мать Жаль, что подземная газификация Оказалась делом инженерным Конечно, газогенераторщики набросятся Вероятно, уже набросились Палька перелистывал материалы Прислушиваясь к шипению сала И стараясь угадать по запаху Что там жарится И вдруг Он заметил небольшой листок Подколотый в конце После условий конкурса Приложение Статья Владимира Ильича Ленина Одна из великих побед техники Напечатано В 1913 году В правде Что такое? Статья Ленина? Всемирно знаменитый английский химик Вильям Рамсей Открыл способ непосредственного добывания Газа из каменноугольных пластов После первых же строк У него перехватило дыхание Да ведь это, оказывается, совсем другое Это же потрясающее Грандиозное дело Не имея терпения читать все подряд Жадно выхватывал самое удивительное Открытие Рамсея Означает гигантскую техническую революцию Способ Рамсея превращает Каменноугольные рудники Как бы в громадные Дистилляционные аппараты Для выработки газа Громадная масса человеческого труда Употребляемого теперь на добывание И развозку каменного угля Была бы сбережена Да что же это такое? Почему никто не знал об этом? В 1913 году В подпольной правде Я родился год спустя И с тех пор никто, ничего Павлуша, готово! Было страшно оторваться от статьи Будто стоило выйти И все развеется, как сон Так вот что такое Подземная газификация угля Не какая-то там экономия на транспортировке Не какое-то усовершенствование А ликвидация подземного труда Экономика высшего коммунистического общества И все это выпало мне Больше двадцати лет Оно ждало меня Это чудесное дело Которое перевернет Всю промышленность Он дочисто съел завтрак Но так и не заметил Что нажарила мать Теперь я Павел Светов Разработаю И осуществлю его Да Во что бы то ни стало И будет то Что пишет Ленин При социализме Освобождение миллионов шахтеров От подземного труда Сокращение рабочего дня Избавление от дыма и копоти В корне изменится вся угледобыча Значит и наша шахта Перестоится весь транспорт Электропоезда Намного быстрее пойдет Все-все строительство Ух ты Покончив с завтраком Он бросился перечитывать Условия конкурса Теперь, когда он понимал Гигантское значение дела Материалы показались содержательнее Но ясно, что сама комиссия Понятия не имеет, как все будет Это скажет он Павел Светов Я Может ли это быть? Я, именно я Успех приходит к упорным Успех – это труд Так разве у меня не хватит упорства Энергии, способностей Да я всю жизнь положу Только надо начинать немедленно Немедленно С чего же? Он помчался в техническую библиотеку И перерыл ее всю Сочинения самого Рамсея нашлись В разрозненных изданиях На английском и немецком языках Пальков впился в них Напрягая свои скудные познания И пользуясь словарями Библиотекарша пыталась помочь ему Но быстро устала И предоставила ему одному Хозяйничать на полках Запыленный, голодный С ноющей спиной Он вышел из библиотеки Так и не узнав ничего Об открытии Рамсея Как ни странно На улице темнело В окнах загорались огни Вечер Ну, вечер так вечер А надо пойти в лабораторию Только поесть бы Поесть, а потом закрыться И думать, думать, думать С этого и следовало начинать Если бы у Рамсея что-то было В Москве знали бы Как я не сообразил сразу Он купил два батона И полкило колбасы Федосеич, родненький Я тут поработаю, ладно? Он закрылся на ключ И сел на свое Любимое место Отсюда днем видно небо И верхушки акаций Теперь за окном мрак Ничто не отвлекает Можно вытянуть ноги Заложить руки за голову И думать, думать Когда Федосеич Ранним утром пришел в лабораторию Палька был там По встрепанному виду аспиранта По клочьям исчерканной бумаги На столе и на полу Лаборант безошибочно определил Что ночь не дала результата Не допер Если подсобить нужно Скажи Подсоблю Палька обнял его И заглянул в его выцветшие глаза Своими покрасневшими от бессонной ночи Но яркими, будто пьяными глазами Не додумался и не сразу додумаюсь Но дело такое Что не жалко целый год не спать А уж допрос Обязательно И чмокнул старика в мягкую Только что выбритую щеку Палька шел домой Расслабив мускулы И предоставив рукам и ногам Болтаться, как им будет угодно Мать выскочила навстречу Укоризненно покачала головой Но не успела спросить Где он провел ночь Ее зовут Химия И она прелестна Сказал Палька И грохнулся на стул Голоден Как собака Сквозь зубы докончила мать Он жадно ел Всецело отдаваясь этому занятию И по-прежнему ни о чем не думая Зашел был к себе Постоял у кровати Но понял, что заснуть не сможет И снова вышел из дому Ноги вывели его в степь Отойдя подальше Он лег прямо на землю Еще прохладную после ночи Как давно он не был в степи утром Как здесь сильно и горьковато сладко пахнет Если смотреть снизу вверх Видно, как колеблется воздух Испаряется роса Колеблется и чуть-чуть искрится В поселке каждое окошко сверкает Отражая солнце И на мрачных скатах терриконов То тут-то там что-то поблескивает И далеко-далеко Среди городских крыш Еле проступающих В солнечном мареве Ослепительно сверкает Стеклянная крыша Нового универмага А над всем этим ясным утренним блеском Сколько видит глаз От одного края горизонта до другого Тянется пелена дыма и копоти Над шахтами, над заводами Над железнодорожной станцией Тянется, покачивается темная пелена Заслоняя голубизну неба Этого не будет Не будет дыма, грязи, копоти Не будет черных груд угля Ожидающего погрузки Не будет нескончаемых угольных составов С громыханием уходящих во все концы Не будет угольных топок И почерневших кочегаров Задыхающихся от нестерпимого жара У кочегаров и шахтеров Угольная пыль въедается в кожу Скоро этого не будет Люди не будут спускаться под землю В черные пасти лав и уступов Они никогда уже не будут прислушиваться К зловещему гулу оседающей породы Не будут принюхиваться к спертам воздуха шахты Почуяв еле ощутимый кислый запашок Сочащегося газа Миллионы людей Ведь их миллионы Если взять весь земной шар Выйдут на солнце На вольный воздух Чтобы никогда больше не спускаться вниз Настоящий шахтер никуда не уйдет от угля Тут есть гордость и слава Но кто захочет рубать кайлом Когда есть пневматический молот И врубовая машина Кто будет цепляться за фонарь Когда светит электричество Кто откажется от солнца От теплого ветерка Влетит ветерок в окна станции управления Станции управления подземной газификации Стены выложены белыми кафельными плитками Рабочие чистой тряпкой протирают никелированные части Легкий поворот рукоятки Направляет сложный процесс газификации угля Процесс, происходящий глубоко под землей И это уже не единоборство человека с природой Это уверенное управление Послушной, подчинившейся человеку стихией И это коммунизм Бесшумные электровозы Помчатся по всем дорогам Через сады Через бездымные города По невидимым, уложенным в землю трубам Полетит газ к городам Заводам, пристаням В сверкающих баллонах Будет грузиться легкое волшебное топливо На белых лепестках акации Не будет налета угольной пыли И не будет висеть вон там Над родным городом Темная пелена дыма Он вдруг приподнялся, не веря своим глазам Совсем недалеко от него Вольно шагала по желтеющей траве Татьяна Николаевна Трепет восторга поднял пальку И бросил к ней навстречу Вы, вы, повторял он, хватая и сжимая ее руки Дорогая, хорошая, вы Она стояла растерянная, испуганная Он возник неизвестно откуда, прямо из земли И он был, несомненно, пьян Вы когда-нибудь представляли себе коммунизм? Более неожиданного вопроса в эту минуту Нельзя было придумать Не так, как в теории Захлебываясь, продолжал Палька Уничтожение противоположности между городом и деревней Между трудом умственным и физическим и так далее Нет, а зрительно В деталях Какие будут дома Как будут передвигаться люди В автомобилях, облегченных, как велосипед Или в индивидуальных самолетах, как у Маяковского И каким будет вот этот самый умственно-физический труд Она решила, что он, возможно, и не пьян А только очень влюблен И хочет говорить с нею, как с самим собой Все мужчины стремятся к этому И чем лучше слушает женщина, тем сильнее они любят Это так неясно, протянула она, чтобы дать ему повод высказаться Наоборот, теперь уже ясно, вскричал он, бросая пиджак на траву В том-то и дело, что теперь уже все ясно Сядьте и слушайте Она дала усадить себя на пиджак И он начал сбивчиво и восторженно Рассказывать о том, что он только что увидел Заглянув в будущее И о цветах безугольной пыли на лепестках И о белых кафельных плитках на какой-то станции И о Рамсе, унесшем в могилу свое изобретение Он пересказывал ей какую-то статью Ленина От возбуждения глотая слова и не заканчивая мысль Она плохо понимала его, но слушала, изредка откликаясь коротким возгласом А Палька рассказывал, что он делал вчера и сегодня Вернее, с той минуты, как прочитал ленинскую статью Последующие часы слились для него в одно бессонное, тревожное и счастливое время Выплеснув из себя все, что наполняло его Он уверенно потянул к себе руку Татьяны Николаевны Прижался к ней щекой и затих Она скосила взгляд на часы Поздно, пора идти Нет-нет, не надо уходить Почуяв это, пробормотал Палька Дорогая вы моя, дорогая, как мне сейчас хорошо Она молчала, обдумывая, что делать Дочка должна прийти домой, ее надо накормить И муж забежит позавтракать А тут этот сумасшедший со своими странными мечтами И вдруг она заметила, что он спит Сонное дыхание вздымало его плечи, обтянутые белой рубахой Слишком пестрый галстук сбился на сторону Лица почти не видно, но щека по-юношески гладкая И уголок губ, уткнувшихся в ее ладонь, влажен и свеж Осторожно, чтобы не разбудить его Она вытянула свою руку, прикрыла его плечи пиджаком В порыве нежности провела кончиками пальцев по всклокоченным волосам Когда он проснулся, ее не было рядом Над посеревшей степью зажглись первые неяркие звезды Тянуло холодком И не понять было, приходила она сюда Или только снилась Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok